Беседа третья. О милостыне и о десяти девах. 321. Знаете ли, откуда у нас началось недавно слово и где кончилось, или с какого предмета и до какого доведена прежняя беседа? Вы, думаю, забыли, где у нас остановилось слово? А я знаю и не леню вас в этом, не осуждаю. Каждый из вас имеет жену, течется о детях и заботится о делах домашних. Одни заняты службой в войске, другие – ремесленники. Словом, каждый из вас озабочен различными нуждами. А мы с этими, с проповедованием, имеем дело, этим занимаемся и в этом проводим свое время. Стало быть, вас нельзя порицать за это, то есть не памяты, не предметы прежней в беседе. Стало быть, вас нельзя порицать за это, но должно хвалить за ревность, за то, что вы ни в одно воскресенье не покидаете нас, но оставляя все, приходите в церковь. Это-то и составляет величайшее украшение нашего города. Ни шум его, ни предместия, ни позвращенные домы и столовые комнаты, но жители ревностные и бодрые. И добрую породу дерева мы узнаем не по листьям, но по плодам. Чем-то мы и отличаемся перед беспровесными животными, что имеем дар слова, и въясняемся словом, и любим словом. Человек, не любящий слова, гораздо глупее скотов. Он не знает, для чего он почтен даром слова, и откуда получил такую честь. Хорошо, сказал пророк, человек, который в чести и неразумен, уподоблен скотам несмысленным. Ты, человек, одаренный словом, и не любишь слова. Скажи же, какое будешь иметь извинение? Потому из всех вы для меня самые незаменимые, что как на крыльях слетаетесь к слушанию слова, а добродетели и поставляете все ниже божественных речений. Так вот, и мы возьмемся за предмет и продолжим беседу о том, о чем говорили недавно. Я должен вам и охотно плачу долг, потому что это приносит мне не бедность, но доставляет богатство. В делах мирских должники бегают от взаимодавцев, чтобы не отдать долго, а я гонюсь за вами, чтобы отдать, и весьма справедливо, потому что в мирских делах отдача производит бедность, а в слове отдача рождает богатство. Например, я должен кому-нибудь деньги. Если возвращу их, они не могут быть и у него, и у меня. Нет, от меня они ушли, а к нему пришли. Но если заплачу слово, оно и при мне находится, и вы его имеете вместе. Если задержу слово и не сообщу его, тогда я беден, а когда заплачу, тогда становлюсь богаче. Если не заплачу слово, тогда я один богат. А если заплачу, то получаю плод вместе со всеми вами. Итак, отдадим долг. Что же это за долг? Недавно рассуждали мы о покаянии, сказали, что есть многие различные пути покаяния, чтобы легко было для нас спасение. Если бы Бог дал нам один путь покаяния, мы стали бы отговариваться так. Не можем идти этим путем, не можем спастись. Но вот чтобы отнять у тебя этот предлог, Он дал тебе не один только путь, и не два, и не три, но многие и различные, дабы через это множество сделать для тебя легким восхождение на небо. Сказали мы также, что покаяние не трудно, и что нет в нем никакой тяжести. Ты грешник, войди в церковь, скажи, я согрешил, и загладишь грех. Пример представили мы и Давида, который согрешил и загладил грех. Потом предложили другой путь, то есть плач о грехе, и говорили, какой это труд. Не нужно ни потратить деньги, ни пройти длинный путь, ни сделать что-либо другое подобное, а надо только поплакать о грехе. Тут привели мы из Писания то, что Бог переменил свое определение об Ахаве, потому что он заплакал и опечалился. И это сам Бог сказал Илье, видел ли, как выходил Ахав в скорби и печали перед лицом моим? Не сотворю по гневу моему. Затем указали мы и третий путь покаяния, и представили в Писании фарисея и мытарь, то есть что фарисей, надменно похвалившись, лишился праведности. А мытарь, показав чувство смирения, вышел с плодом праведности и не употребив никакого труда, сделался праведным, дал слово и ополучил дела. Теперь пойдем дальше и представим четвертый путь покаяния. Какой же это путь? Это милостыня, царица добродетелей, весьма скоро возводящая людей в небесные своды, наилучшая защитница. Великое дело милостыня, почему Исавамон воскресал. Великая вещь для человека и дорогой муж, творящий милость. Велик полет у милостыни, она растекает воздух, проходит луну, восходит выше лучей солнечных, достигает до самых небес. Но и там она не останавливается, напротив проходит и небо, обтекает из формы ангелов, великий архангелов, и все высшие силы и предстает самому царскому престолу. Но учись этому из самого Писания, которое говорит, Корнилий, молитвы твои, милостыни твои, взошли пред Бога. А слова пред Бога значит вот что. Хотя у тебя много грехов, но так как милостыня твоя защитница, то не бойся. Ни одна из верхних сил не останавливает ее. Она требует должного, имея в руках собственное рукописание. Это глаз самого Господа, что кто сотворит единому от всех меньших, тот мне сотворил. Таким образом, сколько бы ни было у тебя других грехов, твоя милостыня превышает все. 323. Разве не знаешь Евангелие притча о десяти девах, как не имеющие милостыни, хотя и подвязавшиеся в девстве, остались вне брачного чертога. Были, говорит Писание, десять дев, пять глупых и пять мудрых. У мудрых был елей, а у глупых не было елея, поэтому их штретильники стали гаснуть. Святых мудрым глупые сказали, дайте нам елея из ваших сосудов. Слежусь я и краснею, и плачу, когда слышу о деве глупой. Краснею, когда слышу, что они названы так после столь великой добродетели, после подвигов девства, после того, как они возлетели телом на небо и соревновали высшим силам, перенесли жар и одолели пламя слудострасти. После этого они названы глупыми и справедливыми, потому что, сделав великое, побеждены были малым, и пришли сказанно глупые и сказали мудрым, дайте нам елея из сосудов ваших. А те отвечали, не можем дать вам, чтобы не оказалось недостатка у вас и у нас. И сделали они это не по жестокости и не по злобе, но по тесным обстоятельствам времени, потому что ожидали пришествия жениха. Были у глупых светильники, но в светильниках мудрых был елей, а у тех не было. Ведь девство есть огонь, а милосты не елей. Тому как огонь гаснет, когда не будет для него подливаться елей, так гаснет и девство, когда не имеет милостыни. Дайте нам елея, сказали глупые из сосудов ваших, а мудрые в ответ им не можем дать вам. Это сказано не по злобе, а от страха, чтобы не стало не хватать у нас и у вас. Как бы нам, когда все мы стараемся войти, как бы всем не остаться внебрачным и чертогом? Пойдите лучше купите у продающих. Кто же продавцы этого елея? Бедные, ради милостыни, сидящие перед церковью. А за сколько продается он? За сколько хочешь, цены не назначаю, чтобы ты не ссылался на бедность. Сколько у тебя есть, за столько и купи. Есть у тебя овол, самая мелкая монета. Купи небо не потому, что небо дешевое, но потому, что Господь человеколюбив. Нет у тебя овола, подай чашу холодной воды. Всякий, кто напоит одного из малых стих чашей холодной воды, ради меня не погубит награды своей. Предметом купли и продажи небо, и мы не заботимся. Дай хлеб и возьми рай, дай малое и возьми великое, дай смертное и возьми бессмертное, дай сленное и возьми несленное. Если б была ярмарка и на ней продавалось бы дешево и в большом количестве стесные припасы и многое можно было бы приобреть за малую цену, не распродали бы вы имущество и оставить все в стороне, не приявляли бы участие в том торге. И вот, где сленное, там вы показываете столько ревности, а где идет дело о бессмертном, там вы столько нерадивы и беспечны. Дай бедному и пусть сам ты будешь молчать, тысячи уст заговорят защиту тебя, потому что милостыня восстанет и защитит тебя. Милостыня есть выкуп души, поэтому, как пред дверьми сраконами стоят сосуды, наполненные водой, чтобы ты мыл руки, так вне церкви сидят и бедные, чтобы ты омывал руки души. Омыл ты чувственные руки водою, омыл руки души милостынею, не ссылайся на бедность. Водовица и в крайней бедности вела в дом свой Илью, и бедность не была для нее препятствием, но с великой радостью она приняла его, потому и получила достойные плоды и собрала жатву милостыне. Но, может быть, слушатель скажет, дай мне Илью. Что ищешь, Илью? Господа Ильи даю тебе, и не питаешь его. Как же ты принял бы Илью, если бы нашел его? Христос, Господь, всячески сказал, что сотворим единому от всех меньших, мне сотворит. И если бы царь позвал кого-нибудь на вечерю, и когда бы в представе слуги сказал бы к ним, возблагодарите его много за меня. Он пропитал и принял меня в дом свой, когда я был в бедности. Он оказал мне много благодеяний во время нужды. Не каждый ли бы употребил и потратил все свои деньги для того, кому царь изъявил благодарность. Не каждый ли бы постарался сблизиться и подружиться с ним. 30-25 Видели ли вы силу слова царского? Если же у царя, человека, оно имеет такую честь, то представь себе, что Христос в тот день взывает предангелами и всеми силами и говорит, «Этот человек на земле ввел меня в дом свой. Он оказал мне множество благодеяний. Он принял меня странника». Затем представь себе дерзновение этого человека среди ангелов, радость среди чинов небесных. Таком Христос свидетельствует тому, как не иметь дерзновения предангелами. Итак, братья, великое дело милостыни. Возлюбим ее, ей нет ничего равного. Она может и загладить грехи и избавить от суда. Ты молчишь, а она стоит и защищает. Или лучше, когда, как ты молчишь, тысячи уст благодарят за тебя. Столько то блага с милостыней, а мы не родим и не заботимся. Дай по возможности хлеба. Нет у тебя хлеба? Дай овал. Нет овала? Дай чашу холодной воды. Нет и этого. Поплачь несчастным и получишь награду. Награду не за вынужденное, но за свободное дело. Но от беседы об этом мы забыли о девах. Возвратимся же к предмету. Дайте нам, говорят, пилеи сосудов ваших. Не может дать вам, чтобы не было недостатка у вас и у нас. Пойдите выше и купите у продающих. И когда они пошли покупать, пришел жених, и те, у которых были светлые лампады, вошли с ним, и двери затворились мрачного чертога. Пришли пять глупых и начали стучать в двери чертога, восклицая «Открой нам!» А в ответ им глаз и жениха изнутри «Отойдите от меня!» «Не знаю вас!» И так, что после столь великих трудов что они услышали? «Не знаю вас!» Это значит, как я сказал, что они напрасно и без пользы приобрели себе великое достояние девства. Подумай, задержание после того, как имели состязание с небесными силами, после того, как посмеялись над житейскими делами, перенесли великий зной, переступили через преграды, после того, как возлетели от земли на небо, не разломили печати тела, приобрели великую красоту девства, вошли в состязание с ангелами, поправили требования плоти, забыли природу, теле совершили свойственное бестелесным, после того, как приобрели великое и необоримое достояние девства, после всего этого они услышали «Отойдите от меня, не знаю вас, не подумай, будто я считаю маловажным достоянием девства, девство таково, что из древних никто не мог сохранить его, потому-то велика благодать, что страшное для пророков и для древних ныне стало весьма доступно, что в самом деле было все тяжелее и невыносимее, девство и презрение смерти, но их не страшатся ныне и слабые девы, в самом деле соблюдение девства было так тяжко, что из древних никто не мог хранить его, но и был праведен и имел свидетельство от Бога, но жил с женой, равным образом Авраам и Исаак, сонаследники ему в обетовании, жили с женами, целомудренный Иосиф отказался сделать великий грех прелюбодеяния, но и он жил с женой, потому что тяжко было состояние девству, девство утвердилось с тех пор, как вырос цвет девства, и так никто из древних не мог хранить девство, потому что великое дело обуздать тело, изобрази словом вид девства и познай величие этой добродетели, у ней каждый день брань, которая никогда не может умолкнуть, это брань хуже войны с варварами, на войне с варварами бывает время отдыха, когда ведут переговоры, там иногда сражаются, иногда нет, там наблюдается порядок и время, а на войне, которая ведется против девства, нет отдыха, потому что воюет дьявол, который не знает определенного времени к нападению, не ожидает условного знака к сражению, но всегда стоит и старается найти деву безоружную, чтобы нанести смертельную рану, и дева никогда не может отдохнуть от этой брани, но всегда носит самой себе тревогу и воителя, и осужденные не так бедствуют, хотя и видят начальника, только по времени нам, а дева куда не пойдет, везде имеет при себе судью и носит с собой врага, этот враг не дает ей покоя ни вечером, ни ночью, ни утром, ни в полдень, но воюет непрестанно, представляя ей наслаждение, указывая на брак, чтобы иссорнуть из нее добродетель и породить в ней порог, чтобы изгнать из нее целомудрие и сеять в нее блуд, каждый час разгорается приятно поджигаемое в печь водострастие, подумай, как труден этот подвиг, а они, глупые девы, после всего этого услышали, отойдите от меня, не знаю вас, смотри, какое великое дело девству, когда оно имеет у себя сестру, милостыню, тогда никакие бедствия не доливают его, но оно становится выше всего, они потому не вошли в брачный черток, что при девстве не имели милостыни, стыдно сказать, поборовшись одинакового с тобой по существу, но теперь вина гораздо больше, потому что ты возжелала чуждого тебе предмета, вот замужние злобно выказывает бесчеловечие, ссылаясь на детей, если скажешь им дай мне милостыню, у меня дети говорят, они не могу, Бог дал тебе детей, ты получила плод чрева для того, чтобы тебе быть человеколюбивою, а не бесчеловечную, повода к человеколюбию не обращай в предлог бесчеловечию, хочешь оставить доброе наследство твоим детям, оставь милостыню, чтобы все стали хвалить тебя и память твоя осталась славной, но ты не имеющий детей и распявшийся для жизни, ты для чего собираешь деньги, но у нас живо в уме слово и о пути покаяния и о милостыне, 327, сказали мы, что милостыня есть великое приобретение, затем перешли к морю девства, и так, великий путь покаяния ты имеешь в милостыне, которая может освободить тебя из уст греховных, но есть для тебя и другой путь покаяния, также весьма удобный, через который можешь освободиться от грехов, молись каждый день, не изнемогая в молитве и неленостно умоляя человека любви Божии, а Бог не отвратится от постоянно молящегося, но простить тебе грехи твои и исполнить прошения твои. Если ты молясь, будешь услышан, продолжай молиться, чтобы принести Богу благодарение. Если же не будешь услышан, пребывай в молитве, чтобы быть тебе услышанным. И не говори, много я молился и не услышан, потому что и это часто бывает для твоей же пользы. Бог знает, что ты ленив и беспечен, и что если получишь нужное, то отойдешь и больше не станешь молиться. И вот самое нуждое заставляет тебя чаще беседовать с Богом и упражняться в молитве. Если ты в такой нужде и имея надобность ленишься и не продолжаешь молитвы, что было бы, если бы ты ни в чем не нуждался? Стало быть, и это он делает для твоей пользы и желая, чтобы ты не оставлял молитвы. Итак, пребывай в молитве возлюбленный и не ленись, потому что молитва может совершить многое. И не приступай к молитве как по маловажному делу. К маловажному. А что молитва заставляет прощение грехов, это можешь узнать из Божественного Евангелия. Что же она говорит? Подобно Царствию Небесной человеку, который запер двери свои и лег спать с детьми своими. Между тем вечером пришел некто взять у него хлебов и стучит, говоря, твори мне, мне нужны хлебы. А он ему, не могу дать тебе теперь, потому что легли спать и мы, и дети наши. Тот продолжал стучать в дверь, а этот опять говорит ему, не могу тебе дать, потому что легли спать и мы, и дети. А тот и после этого продолжал стучать и не отходил, пока домохозяин не сказал, встаньте, дайте ему, и пусть он отойдет. и так Писание учит себя молиться и никогда не унывать, но и тогда, как не получишь просимого пребывать в молитве, пока не получишь. Многого и других путей покаяния найдешь в Писании. Покаяние и прежде пришествия Христова проповедовалось Иеремии, который говорит, неужели падающий не встанет и, совратившийся с пути, не возвратится. И опять после этого, после того, как он, она прелюбодействовала, сказал ей, обратись ко мне. Много и других различных путей покаяния, кроме милостыни и молитвы. Бог дал нам для того, чтобы отнять у нас всякий предлог к нерадению, если бы у нас был только один путь. Мы бы не могли пойти по нему. От этого оружия всегда убегает дьявол. Согрешил ты? Войди в церковь и загладь свой грех. Сколько бы ты не падал на площади, всякий раз встаешь. Так же точно сколько раз не согрешишь, покайся во грехе, не отчаивайся. Согрешишь в другой раз, в другой раз покайся, чтобы по нерадению совсем не потерять тебе надежды на обещанные блага. Ты в глубокой старости согрешил? Войди в церковь, покайся, здесь врачебница, не судилище, здесь не эстезует, но дают прощение во грехах. Одному Богу скажи грех твой, тебе единому согрешил и лукавое пред тобой сотворил. И отпустится тебе грех. И если тебя иной путь покаяния, не трудный, а самый легкий, какой же это? Поплачь о грехе своем. Об этом узнаешься из Божественного Евангелия. Петр, Верховный из Апостола в первой церкви, друг Христов, получивший откровение от человеков, но от Отца, как свидетельствует о нем Господь, говоря, блажен ты, Симон, сын Ионин, ибо не плоти и кровь открыли тебе то, но Отец мой небесный. Этот Петр, когда называет Петра, разумеет, камень сокрушимый скалу неподвижную великого апостола, первого из учеников, первозванного и первого последовавшего назов. важное преступление, но очень великое, отрекся от самого Господа. Это, говорю, не в обвинении праведника, но чтобы дать тебе побуждение к покаянию. Так он отвергся самого Господа вселенной, попечителя и спасителя всех. Но расскажем этот случай сначала. Спаситель знал, что во время его предания некоторые отойдут от него и говорит Петру, не хочешь ли идти и отойти? Но Петр отвечал, хотя бы надлежало мне и умереть с тобой, не отрекусь от тебя. Что говоришь, Петр, Бог определил, а ты противодействуешь. Но хотя воля Петра и выказала свое желание, однако слабость природы его изобличилась. Когда же это? В ночь, в которую предан был Христос. Тогда сказан стоял Петр у горящих дров и грелся. И вот подошла к нему одна служанка и говорит, вчера и ты был с этим человеком, а он в ответ не знает всего человека. Потом отрекся второй раз и третий и исполнилось определение Божие. Засим Христос взглянул на Петра и этим взглядом подал голос. Не заговорил с ним устами, чтобы не обнаружить его перед иудеями и не пристыдить своего ученика, но взглядом сказал ему, вот Петр сбылось то, о чем я говорил. Тогда и Петр пришел в чувство и начал плакать, но заплакал не просто, а горько, и из слез отей сделал второе крещение. Но заплакал так горько, он загладил свой грех, и после этого ему верены ключи небесные. Если же плач Петра загладил греха, если будешь плакать, отрежься от своего Господа, было преступление немалое, но великое, весьма важное, и однако слезы загладили грех. Плач же и ты о грехе своем, только плач не просто, и не до вида, но горько, как плакал Петр, изреди потоки слез из самой глубины души, чтобы Господь умилосердившись, простил тебе прегрешение. Человека любил Господь, он сам сказал, не хочу смерти грешника, но чтобы обратились, покаялись и живы были. От тебя хочет небольшого труда, а сам дает великое. От тебя ожидает повода, чтобы дать тебе сокровище спасения. Предложи слезы, а он даст тебе прощение. Приняти покаяние, а он дарует тебе отпущение грехов. Ты представь хоть малый призлог, чтобы иметь благовидное оправдание, потому что в деле спасения одно зависит от него, а другое от нас. Если мы представим, что зависит от нас, то и он дарует, что зависит от него. Но вот он уже даровал, что зависел от него, утвердил солнце, луну и разнообразный ход звезд, разлил воздух, распростер землю, оградил море, дал горы, долины, холмы, принеси же и ты немногое, чтобы таким образом он даровал тебе и высшее благо. Итак, не будем беззаботны о самих себе и не отступимся от своего спасения, имея такую бездну человеколюбия Господа всех, которые даже каются о наших грехах, предлагают царство небесного и рай, и благо, которых око не видело, и ухо не слышало, и на сердце человеку не приходило, что Бог приготовил любящим его. И мы не будем всячески стараться принести что-нибудь со своей стороны, чтобы не лишиться этих благ. Разве не знаешь, что говорит Павел, который много потрудился и одержал бесчисленные победы над дьяволом, который в теле прошел вселенную и обстек землю и море и воздух, и как бы на крыльях облетел вселенную, который был забросан камнями, побит, потерпел побои, все перенес ради имени Божия, призван был свыше небесным голосом. Смотри, что говорит он, какое произнес слово. Мы получили, говорит, благодать от Бога, но и я потрудился и сделал свое, и благодать, которая во мне, не была тщетной, но более всех я потрудился и сделал свое. знаем, знаем, знаем великость благодати, которую мы получили, но не праздным она нашла и меня. Известны дела мои, так и мы приучим руки к милостыне, чтобы привнести со своей стороны нечто малое, станем плакать о грехе, иначе беззаконии, чтобы видно было, что и мы привносим хоть что-нибудь малое, между тем, как то, что имеет быть даровано нам, велико и превышает наши силы. Это рай и Царство Небесное, которого досподобимся все мы по благодати и человеколюбии Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.